К чести выбора, к чести нашего огромного большинства, мы выходили с достоинством всех ситуаций. У нас не было ни личных оскорблений в сторону тех депутатов. С технической войны уже оскорбление было, понимаете? И в такой сложнейшей ситуации мы достойно выходили без положения. А вот это, что сейчас произошло, что там вот они помахали руками друг друга, это можно просто одним словом сказать позор. Ведь ситуация там, видите, и по принятию решения по территориальной избирательной комиссии тоже не красит наших депутатов. А вот это, что произошло, это просто позор. То есть каждый из этих депутатов внес свою посильную лепту в дискредитацию нашего города. И горсовета в первом совете? В первом совете я уже молчу взял в совет. Мог бы много говорить, какие выборы были у горсовета, сколько там машин муки привозили с террасполя. Ну не об этом мы сейчас же говорим, правильно? Поэтому у рабочего комитета к тем выборам отношения были жесткие, четкие. И до сих пор позиция не изменилась. То, что произошло, это следствие. А причина это выборы в местный совет. Ведь фактически, как таковых выборов настоящих в местный совет не было. Был подкуп, то есть захват власти путем подкупа, если исходить с уголовного, так сказать, кодекса. Поэтому вот это следствие, вернее причина главная, почему депутатский корпус прошли вообще абсолютно люди, которые не имеют никакого понятия ни государственной власти, у которых нет в принципе самого главного государственного начала. Любой чиновник, человек, который управляет государством, в нем на генном уровне должно быть вот это самый стержень. То есть государственное начало, вот это было присуще именно царской России. То есть целая династия, которые служили государству, народу, это четко просматривалось. В данном случае что произошло? Молодые пацаны, которые, значит, многие из них, которые честно мы знаем, как ввиду сложного положения нашего народа, просто купили этих бабушек, дедушек, этой мукой, чем попало, значит, и выиграли эти выборы. Не было настоящих выборов. Вся проблема в том, что законодательно должно быть введено, не одни бизнесмены должны быть, значит, в органах государственной власти. То есть должна быть пропорциональная система. Столько-то рабочих, как оно было, это правильно было в советское время? То есть весь спектр города должен быть представлен полностью. А у нас сейчас одни бизнесмены, поэтому мы имеем вот то, что имеем. Поэтому, значит, мне необходимо обращаться в Верховный Совет, менять систему выборов. Мало того, я как понимаю, значит, кто такой депутат? Это человек, который обладает определенным жизненным опытом. Это человек, который наработал авторитет в республике, в городе. Вот такие люди, то есть должны выбираться достойнейшие люди, а не все, кому захотелось. Вот если изменить эту ситуацию, вот тогда будет все нормально. Я говорю, государственники должны сидеть и в городском совете, и в Верховном Совете, и управлять государством. Все что-то, а должны работать чисто на народ. Вот тогда у нас будет все нормально. Позвольте я дополню, потому что я хотел тоже отметить, что этот СОЗы у нас самый такой интересный получился. Для чего пришли, купили голоса для неприкосновенности своей. Поэтому начатая работа президентом по ликвидации депутатской неприкосновенности, она, наверное, правильно начата, ее надо поддержать. Закон должен быть для всех граждан, вне зависимости от их социального положения, должен быть одинаков. Поэтому хотелось бы отметить, что это касается не только одной ветви власти, это касается и другой ветви власти. Потому что эти наши депутаты пришли, у них амбиций больше, чем дело. И когда пытаются им навязать даже те вопросы по развитию экономики, они тебя не видят, не слышат. К сожалению, то же самое есть и у госадминистрации. Когда обращаешься, я еще являюсь зампредседателем организации индивидуальных предпринимателей, предлагаем, приносим на бумаге, но они не слышат, не видят. Приносим деньги, где можно брать. Но, к сожалению, это касается дубницей, поэтому хотелось бы, чтобы обязательно было законодательное изменение по отношению выборности депутатов и с представлением, как отмечено, всех слоев нашего населения. Я действительно согласен, что это купили свои голоса за макароны, за муку, за тушок, а может даже где-то и за водку. Я не хочу разбираться, кто в этой драке за чинщик, кто прав, кто не прав. Но главное одно. Дело в том, что в этом инциденте замешан председатель городского совета. Это, как сказать, он несет ответственность за всех своих депутатов. Вы знаете, что в прошлом году один из депутатов был виновен в смерти женщины, когда была автомобильная авария. И сейчас второй инцидент. Когда человек не может управлять тем коллективом, который его избрал председателем, я считаю, чтобы выдержать лицо, хотя бы совесть свою, он должен просто подать по собственному желанию в отставку. Вот это мое мнение. Не можешь руководить, не можешь управлять, освободи место. Вот это мое мнение. Я хочу немного конкретизировать то, что было сделано по первому случаю, который я уже второй раз слышу. Это что касается ситуации по поводу смерти женщины в ДТП. Мы тогда очень внимательно отслеживали эту ситуацию. Я говорю о своей организации, говорю об общественном совете тогда, который возглавлял Герец. Постоянные наши запросы в МВД, в Министерство юстиции пытались проконтролировать. Но изменения тогда произошли только после избрания президента Шевчука. Было тяжело. Мы чувствовали, что идет давление. Но все-таки дело дошло до суда. Мы не поднимали вопрос в отношении свидетеля Марченко, потому что знали, что это будет голословно. Нам необходимо судебное решение, нам необходимо его показания на суде. Суд состоялся. Марченко был вызван как свидетель. На суде от общественного совета присутствовал представитель. Ваш бывший коллега, который потом пришел нам и рассказал о том, что Марченко спросили, звонили ли вы скорую или в милицию, сообщили ли вы о смерти женщины, когда вы присутствовали на месте. Он сказал, что нет, он не знал, что ему надо было делать. Судья его спрашивает, сколько у вас лет водительский стаж? Он говорит, 20 лет. Она говорит, и вы хотите сказать, что вы не знаете, что в таких случаях надо делать? Мы взяли это за основу и сделали запрос от 13 марта 2012 года к депутатам Горрайсовет с просьбой дать оценку, моральную оценку поведению Марченко. Меня вызвали на комиссию, которую возглавляет Иванов и, кстати, присутствовал и Дмитрий Ливанчук. Комиссия по депутатской этике. Хочу сказать, что я был выслушан достаточно холодно, если не враждебно. В качестве оснований для того, чтобы описать его поведение, дать ему оценку, я предложил сделать запрос в суд, чтобы дали копию выписки из протокола допроса. До сих пор, а это прошло полтора года, я не получил ответ. То есть изначально вопросы поведения депутатов, о которых, кстати, говорил и глава госадминистрации, они укрываются там на месте. Теперь это переросло уже в драку над этим служебным помещением и опять все что-то. С участием прижили. Я в данном случае думаю, что очень правильно то, что было обращение в милицию, в органы дознания. Сейчас ведется расследование, будет заключение. Дальнейшие материалы либо будут переданы в суд, либо там, не знаю, как... Подсукну? Нет, ну подсукну нет. Но в любом случае я думаю, что нам надо бы знать решение дознания, чтобы определиться в отношении виновности каждого. А и дать общую оценку самому горсовету, как от общественности города. Меня, как председателя общественной организации, немножечко покородил тот факт, что сразу же в этот же день на телеканале 4-го ПМР прозвучала информация, которая содержала только информацию с одной стороны. Я ждала вчера, что будет информация с другой стороны, но ее не поступило. И как бы в определенной степени, ну вот Местер ТВ показал уже пресс-конференцию Ануфриенко. Если в драфе замешаны три человека, которые представляют различные партии, кстати, там возрождения нету никого, членов депутатов, как он распространяется, нету партии, партии в то время нету. Там члены наш город, это то, что там фракция, это нормально, конечно, вызывает тот факт, что загружено действительно работать, и в полдвенадцатого ночи все на работе почему-то. И, ну, были вопросы, значит, были вопросы. Но вот возникает еще такой вопрос вообще о поведении депутатов в принципе, независимо от того, какой фракции они принадлежат. Почему-то наши депутаты городского совета уклоняются от участия в общественных, в делах общества, которые происходят. 9 мая на площади Героев нет представителей городского совета. Никто не поздравляет, не выступает. 1 сентября нет представителя городского совета, и никто не поздравляет в городе от имени депутатского корпуса. И так же самое и на 8 марта, на день республики, их депутатов нету в составе комиссий. Даже те же комиссии, которые, ну, проходили, там, определяли, кто первый, лучший выстав, как представленный тогда-то. То есть депутатов городского совета нет в составе этих комиссий. Считаю, это недопустимо. Исполнительная и законодательная власть продолжают, как бы, идти в разные стороны. Считаю, что это точно недопустимо. Мы все знаем, что должен быть... Если Молдова и Украина вступят в соглашение, в то, что соглашение подпишут о том, что они вступают в ЕС, у нас возникнут новые проблемы. Вместо того, чтобы мы вообще занимались решением этих проблем, наши депутаты в это время дерутся, дуют губки и не принимают участия. Нельзя этого делать. Ну, считаю, что вот здесь напечатан проект решения. В третьем пункте, где мы предлагаем в проекте, что обратиться с просьбой к руководителю партии обновления. Я считаю, что необходимо здесь добавить председателю Верховного Совета Бурла встретиться с общественными организациями города Бенберри. Для того, чтобы разъяснить эту ситуацию, и четко должен сказать, что законодательная и исполнительная власть в дальнейшем будут дружить. Дружить они обязаны во имя Приднестровского народа. И, ну, сегодня оценку, кому-то дать оценку, кто из них был виноват, выслушав одну и вторую сторону, я не могу. Я информации. Есть одна сторона и другая. Кто из них прав, неизвестно. Граждане наши уже настолько проведлить того, что их подкупят, что уже смотрят в руки. А что он сделал? Это первое. Второе. На сегодняшний день уже есть нарушения. Еще только у зародышей избирательной кампании, еще только опубликовали о том, что она будет, участки. А уже по некоторым микрорайонам уже ходят представители будущего, возможно, будущего кандидатов в депутаты и переписывают всех. «Давайте, бабушка, паспорт, мы придем, а я вот буду на выборах, я вас, как сказать, погладу в уголовке и что-то там в руки». Понимаете? Уже идет это. Когда это кончится? Неизвестно. Мы так и новых депутатов аналогично изберем. И будем пожелать плоды этой, нарушения этих законов. Я, сколько лет, возглавляя общественную организацию Союз воинов-интернационалистов, ни разу не помню, что произошла встреча наших общественных организаций с депутатским корпусом или с депутатами Верховного Совета с привлечением и депутатом городского совета. Какой-то форум уже должен, наверное, быть какой-то собран. Вот смотрите, там, где избран депутат Верховного Совета, там в местный совет 3-4 местных совета депутата, да? Он несет какую-то ли ответственность за те, которые у него, на его округе избранный депутат в городсовет? Или не несет? Законодательный. Законодательный. Но морально-то можно, наверное, будет собрать форму общения общественных организаций с депутатским корпусом, одним и вторым. Вот эту вот форму взаимодействия мы как-то должны отработать и ее претворить в жизнь. Это мы оторвались, вот мы депутата не видим. Это они от нас оторвались. Или мы, или они. Да, вот так или так, да. С какой точки зрения рассуждать? Проводится заседание администрации. Есть определенное место, где должен присутствовать председатель городского совета. Сколько времени прошло, когда последний, Федя Добров, присутствовал на данном совещании? То, что произошло, это, конечно, недопустимо. И люди, которые не могут себя держать в руках, они должны были бы отчитываться перед собой. И перед теми избирателями, которые их избрали. Разногласий много. Проблем в городе, как говорят, выше крыши. И столько проблем, что, как говорят, не знаешь, в какую дырку начать лотать в первую очередь. И все силы, казалось бы, должны быть направлены и администрации, и депутатского корпуса на решение именно этих проблем. У нас, ну, как бы, я сталкивалась в силу тех проблем, что у нас дети-сироты и есть, ну, как бы, и оставшие родители без детей, которые теперь уже нету детей, они остались у нас, как говорят, недосмотренные. Вот. Поэтому вот ситуация та, что складывается, и я говорю, что вот по статистике, что у нас 0,7 работника на пенсионера, это, будем говорить, даже не знаю, какое слово подобрать. Нельзя сказать «катастрофа». Это я не знаю, что. Даже не знаю, какое слово подобрать к этому. И как мать своих троих детей? Я хотела бы видеть детей здесь, чтобы они здесь жили, работали и, как бы, и растили своих детей на этой же земле, потому что здесь погиб их отец, защищая этот край. И получается, что они вынуждены ехать где-то на заработки. Что, я говорю, для меня это вот катастрофическая ситуация, как матери. И мне бы хотелось, чтобы были направлены силы именно на это. Посмотрите, у нас город, это, я даже не знаю, мне как-то задали вопрос, позвонили с какой-то газеты и спросили, как вы относитесь к тому, что отремонтировали здание горсовета? Я говорю, положительно, естественно. Как это можно было 20 лет держать это здание с дырами? То есть лицо города, где все мероприятия проводятся, и оно не ремонтировано. Ну, как бы оставить его как факт памяти. Я говорю, если надо было память оставлять, ее надо было оставлять для дружбы. Там, где все дома были разбомблены, там, где были разграблены, разбиты дома. И там вообще ужасная ситуация. Его все сняли, построили новые дома. То, что строили, это, конечно, хорошо. А то, что как бы нету, говорю, ну, у нас на сегодняшний день достаточно места для памяти, где мы можем осветить память тех погибших, которые мы отстояли. У нас шелковый стоит, как говорится, разбитый полностью. Поэтому, говорю, что концентрировать силы нужно вокруг этих проблем. И нужно что-то делать. У нас, говорю, абсолютно производство. Если в Террасполе еще как-то где-то что-то там кеплется, что-то там делается, что-то там производится, у нас сплошное. Я говорю, любого директора возьми, он не только за голову держится. Как говорится, не только за голову держится. Потому что ни рабочей силы. Я знаю, ну, как бы, в отношении рабочей силы, потому что у меня сын продолжает заниматься производством, это сплошная катастрофа. Нельзя найти нормального специалиста, нельзя найти нормального работника. Все либо пьют, либо уехал. Вот, поэтому, говорю, силы должны быть направлены именно на такие мероприятия, которые бы смогли поднять город. Действительно, наш город самый красивый, самый чистый. И то, что он занял первое место, это как бы радует, с одной стороны. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, каким образом это все, как говорят, достается. И очень бы хотелось, чтобы депутатский корпус именно занимался вот такими вопросами, чтобы они именно жили жизнью города, а, извините, не отмыванием денег и вывозом валюты за рубеж. А у нас, к сожалению, какой-то такой негативный получается результат деятельности. И хотелось бы, чтобы, вот, ну как бы я общалась в силу, так сказать, своей работы, общалась, ну и теперь она премьер-министр у нас, Татьяна Михайловна. Я с ней общалась. Приятно с человеком. Почему у них, может, администрация договорилась с депутатским корпусом? Они прекрасно друг друга понимают, они прекрасно между собой ладили, прекрасно общались и делали дело. И, кстати, могу тоже как бы порадоваться за людей, люди, которые, там вот у нас небольшое количество, 30 человек погибших есть, семей, но они за ними смотрят, они за ним помогают, они участвуют в их жизни, что-то стараются для них сделать. Конечно, я понимаю, там и ММЗ, и Цемертный, немножко другие это, но они там нашли общий язык, они вместе делают дело. Да, и город поднимают, а у нас получается вот такой, извините, раздрай, который не к лицу нам. В сессиях городского совета я не видела, что уже говорила, что надо консолидировать свои усилия двум ветвям власти для того, чтобы решать подотворно в городе все вопросы. Но пока наши призывы остаются, скажем так, не очень услышанными, и действительно, вот сегодня многие из вас говорили, что очень нелицеприятно, когда проходят общегородские мероприятия, и от городского совета практически никого нет, ни самого председателя, ни депутата. В последнее время там бывает только группа «Наш город», который вот создался в пику второй группе в городском совете, это партия обновлений. Но я думаю, что, коль вы обличены властью народной, вас народ избрал, доверил вам от имени своего исполнять полномочия, то, наверное, будьте добры, пожалуйста, принимайте активное участие в жизни города, делайте так, все для того, о чем говорила Людмила Михайловна, чтобы экономика города поднималась, возрождались предприятия, чтобы были рабочие места, чтобы дети не уезжали в поисках лучшей жизни, а их дети оставались здесь без присмотра с бабушками или с соседями. Мы, эта картина, нас тоже очень беспокоит сегодня, потому что эти дети – это наше будущее, а мы понимаем с вами, что это за будущее, когда ребенок предоставлен сам себе. Ну и, конечно, мы сегодня с вами не можем дать такую, скажем, действенную оценку тому, что произошло, это должны решить органы, куда обратились эти депутаты, которые подрались между собой, насколько я в идее сегодня ситуации, и один сделал заявление, и второй сделал заявление, что они получили телесные повреждения. Но сам факт о том, что в городе с такой исторической традицией, с такой историей, с таким сегодняшним славным днем, когда действительно город получил звание одного из самых чистых городов республики, когда мы видим, что в городе действительно много поменялось за последнее время, и надо отдать должное государственной администрации в том, что пусть это часть каких-то дорог, пусть это, допустим, закуплено не так много, но уже закуплены единицы транспорта для приведения город в порядок, что в городе с участием населения, с постоянными призывами, город приведен в должное санитарное состояние, более-менее в должное санитарное состояние. Но хотелось бы, чтобы и вторая сторона нашей, вторая беда власти, как-то более активно в этом участвовала. Сегодня, действительно, у меня тоже складывается мнение, что многие депутаты у нас получили мандаты для того, чтобы иметь депутатскую неприкосновенность, развивать свой бизнес, защищать его путем этого мандата, и, наверное, я думаю, что на одном из заседаний, накануне будущих выборов, мы все-таки должны, наверное, поддержать президента в той части, что надо отменить депутатскую неприкосновенность. Депутаты должны быть в равных условиях с нами. Мы с вами ходим все по городу, мы здесь живем, все нас знают, и мы не боимся никого, понимаете? А кого должен бояться депутат? У него должна быть такая биография и такой авторитет в городе, что на него никто не должен покушаться. Поэтому я думаю, что этот факт, который стал достоянием всех, мы, конечно, с вами все осуждаем, но я думаю, что здесь и Антон Николаевич должен принять решение. Вообще, вот Анатолий Григорьевич уже говорил сегодня, что если городской совет не может быть управляем председателем и заместителем, то надо смотреть, нужны ли эти руководители в городском совете. И могут ли они дальше возглавлять работу, и надо ли, чтобы так работал городской совет, как он работает сегодня. Они самоустранились вообще от общественной жизни в городе, понимаете? И что это за ответы такие, что меня не пригласили, и нас не уведомили и так далее. Да нас тоже никто не приглашает. Я руководитель предприятия, я открываю газету, читаю, смотрю городскую программу, вижу, что есть план мероприятий, напечатаны и все. Я беру представителей коллектива и иду. Но поверьте мне, вот я говорю сегодня открыто, это с такой болью. 23 августа мне было больно, например, на площади героев, перед нашими ветеранами, которые сидели напротив, понимаете? Было стыдно просто. Десять человек привела я, десять человек привел Юрий Семен Михайлович Унту, и напротив сидели ветераны, это самое, группа казаков и несколько горожан. Все. От депутатского корпуса был великанов Ткачук и заместитель председателя, и глава администрации со своими заместителями. Когда, в какие времена у нас в городе на таком уровне, извините меня, проходили мероприятия и чествования дня освобождения города. Там осталось 10 человек в городе, которые защищали наш город и освобождали его. И мы вот так вот, извините, плюнули им в лицо. Я считаю, что это вообще недопустимо. Я считаю, что городской совет, вот к тому решению, которое мы сегодня примем с вами, я считаю, что мы должны все-таки рекомендовать, наверное, городскому совету Антону Николаевичу как председателю, надо собрать депутатов всех, и чтобы они сами себе задали вопрос вообще, способны они дальше выполнять те функции, которые доверил им народ, избрав их депутатами, или они не способны. Если они способны, то они должны исправляться, идти в унисон к администрации, работать вместе, и Юрию Витальевичу тоже надо идти на компромиссы, и встречаться с горсоветом, и находить точки соприкосновения, потому что, встречаясь с людьми, никто из людей не относится с одобрением сегодня той ситуации, которая сложилась в двух ветвях власти. А мы видим, что, к сожалению, это имеет место не только на уровне города, но это и в республике, вот такая конфронтация между двумя ветвями власти. Этого не должно быть. Поэтому, я думаю, что давайте мы обсудим тот проект, который сегодня президиум Совета разработал, и выскажем, с учетом этих замечаний, его немножко подкорректируем. Пожалуйста. Я предлагаю сразу дополнить ни в одной из ветвей органов городской власти недопустимость такого поведения. Ну, пока мы еще не знаем, что в городской, в госадминистрации дрались. Мы говорим сегодня об этом случае. Давайте конкретно укажем недопустимость такого поведения в депутатском корпусе, или как-то так. Может, все три назвать? Невозможно. Это дисплютирует город. Надо все. Просто назвать депутатскую власть. В органах власти. Не надо это понять начало, но мы видим это. Ну, мы непонятно... Мы давали в отдельный ветвей власти. Мы давали в последнем, когда добавили. У нас же потом... Надо в тренину. Мы давали в отдельный ветвей власти. Мы давали в своем заседании, и дать перспективе.